От имени сегодняшнего школы я приветствую всех участников, присутствующих здесь, и всех тех, кто участвует вместе с нами, когда смотрит нас на канале YouTube. Я приглашаю вас также принимать участие в обсуждении этой темы. Вы можете писать комментарии, я смогу их прочесть, и мы вместе с вами будем рассуждать. Итак, мы продолжаем исследование Библии. Сегодня мы поговорим с вами о такой вещи, как закон. Вот когда вы слышите слово «закон», у вас возникают радостные эмоции, или как-то вы внутренне собираетесь, или какое-то напряжение чувствуете? Последнее, да? Напряжение чувствуете, да? Вы знаете, когда мы жили вместе с вами в разных местах, когда вы жили в бывшем Советском Союзе, наверное, мало кто-то из вас, мало кто-то из вас вот так напрямую сталкивался с законом. Вы жили, как и все, не нарушая ничего, вас никто не беспокоил, не трогал. Все нормально, да? Ну, если взять немножко раньше, еще во времена, когда отношение к религии было негативным, да, мы более чаще сталкивались с таким понятием, как закон. Но вот тогда, когда мы перебрались в эту страну, слово «закон» для нас стало ближе, да? Потому что нужно понимать эти законы, как жить по ним, чтобы не нарушать. И вот давайте мы прочитаем с вами текст из книги «Второзаконие», шестая глава, пятый текст. Это будет основной текст в нашем рассуждении. Сейчас, минутку, подойдите, пожалуйста, с микрофоном. «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всеми силами твоими». Спасибо. Вот если убрать первую часть этого текста, где написано «люби Господа Бога твоего», а вот вторая часть, давайте еще раз я прочитаю, «люби всем сердцем твоим, всей душой и всеми силами твоими». Давайте напряжем нашу память и вспомним, кому и в какой ситуации обычно дают такой совет. Кому и при каких обстоятельствах или в какой ситуации дают такой совет. Братья, кто был служителем, вы, наверное, очень хорошо это должны знать. Брат Анатолий, кому и в каких ситуациях дают такой совет. Всем сердцем, всей душой, всеми силами твоими любить. Кому и в каких ситуациях дают такой совет. Это тогда, когда поступают крат. Микрофон возьми. Обычно дают молодоженам, когда они вступают в брак, говорят, «ты же там помни всем сердцем любить и смерть». Скажите, вот те, кто здесь присутствует, ну вот тогда, когда вы заключали брак, даже если вы это делали вне церкви, вам какой-то другой совет давали? Совет для любовь. Нет? Совет для любовь, говорят. Точно такой же совет, да? Хорошо, я еще тогда спрошу. Это такой личный вопрос, вы можете на него не отвечать. В своей жизни всегда ли получалось прислушиваться этому совету? Вы знаете, как-то, если бы я сидел там, и меня бы спросили, я бы, наверное, тоже глаза опустил бы в пол, вот, и начал бы вспоминать, всегда ли я прислушивался к этому совету. Да, пожалуйста. Я всегда люблю, верю, и свои жизни. За это я попрошу вас. Это я работала, не хочешь сказать. Как? Как отсюда выйдешь на улицу? Такое расстояние. Это была очень хорошая работа. Три дня работала, азинка. Ночью. Я говорю, господи, я не буду нарушать. Чтобы не было. И несколько раз мне выиграли из работы. А я близка. Кто-то нету, быстро меня зовут. Кто-то не пришел на работу. И места не было минус. Это поэтому я учу. Но все равно, очень много раз мне попала суббота работа. Месяц один раз. Месяц один раз суббота, один раз пятница. О, еще пятница хочешь? Я, конечно, благодарила, кто меня менялась. Один раз я должна была крещение принимать. Оставила работу. Это было воскресенье. Это было 60 лет назад. Я оставила работу 46 больной. Пошла принимать крещение. Поднялась такой бунт на работе, что кого звать? Без рабочих, без санитарков. Сколько больных? И еще воскресенье. Там врачи, лечи. И все. Я потом иду на смену, на работу. И говорю, иди домой. Я пошла домой, и пустила меня главврач. И домой не будешь работать. На второй день идут, кто-то не пришел. Иди работай. Смена осталась. Вот так я работала 25 лет на эту работу. Это была для меня очень удобная, хорошая работа. Спасибо, сестра Манана. Мы еще немножко вернемся попозже к вашему опыту. В этой же главе, Бог обращается к своему народу. Мы читали с вами пятый текст. А вот если вы вернетесь ко второму тексту, в шестой главе, там есть такие слова. «Дабы ты боялся Господа Бога твоего». И в пятом тексте «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим» и так далее, и так далее. Что вам это напоминает? Какой принцип? Если бы это прочитал человек, который, скажем так, далек, может быть, от Бога, он сказал, ну, здесь изложен принцип кнута и пряника. Вы встречали такой принцип в своей жизни? Принцип кнута и пряника. Когда с одной стороны вас наказывают, а с другой стороны проявляют милосердие. Вы знаете, иногда бывает так, используют такую систему или такой принцип, когда свидетель допрашивает виновного. Выступает два... Один плохой, другой хороший. Один плохой нагоняет страху, а приходит хороший, человек расслабляется и дает те показания, которые им нужны. Может ли Бог таким способом действовать по отношению к нам? Сначала послать нам какие-то наказания, чтобы мы научились, дрожали от страха, а потом дать нам благословение, и мы будем ему послушны. Сестра Дусю, вы так вот отрицательно показываете головой, почему вы так делаете? Можно микрофон? Сейчас, минуту. Бог вначале не наказывает. Он нам дает слово для того, чтобы мы изучали и знали, что надо исполнять, слушаться. И если мы слушаемся, мы тогда понимаем, что это неправильно. А почему вы в этом твердо так убеждены? Потому что Бог любовь есть. И вначале Он показывает свою любовь. Вы знаете, я к чему задал этот вопрос? Я хотел немножко другой ответ услышать. Я хотел услышать, испытали ли вы это в своей жизни? Скажу. Я понимаю, что человек, который любит, очень любит, он не то что боится. Это не кнут. А он боится оскорбить этого. Он просто боится сделать ему больно. Вот это и называется страхом. Я хочу спросить теперь вас. Вы когда-то боялись делать больно Анатолию? Конечно. Всегда боялась делать. Даже когда делала ему больно. Потом было мне больнее, наверное, чем ему. Потому что это не оставляет человека в покое. Ты обидел человека, которого любишь. Я прошу прощения. Анатолий, ты можешь это подтвердить? Я как раз хотел обнять ее. Действительно, она в моей жизни была тем, с кем она и сказала. Я могу смело подтвердить, что действительно она очень ценила мое настроение, мои чувства. Поэтому она поступала точно так, как вот. Могу сказать, только аминь. Спасибо за такое прекрасное. Вы готовы? Простите, я хочу здесь сделать маленькую паузу и пригласить сюда кого? Детей. Да, пожалуйста. Игорь, мы просим ключик в микрофоне. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Игорь Негода. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я понимаю, что не все здесь присутствующие с детства когда-то пели эту песню. Но есть те, кто с детства знает ее, да? Скажите, а кто вас научил этой песне? Сестра Люда, можете сказать, что вас научил этой песне? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Она и есть семья, да? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Или машину, или что-то еще такое Вы когда-нибудь обижались на них за это? Никогда не обижались? А почему для вас оказалось ценным то, что они вам оставили? Сестра Лариса, можете сказать? Мне как раз все досталось мне Я была младшая И все досталось мне Но даже если бы не досталось Я бы никогда не была обижена Я не поняла, какой вопрос у вас Почему? Если вам не осталось наследство материальное А то, что вам оставили родители Чаще всего родители нам оставляют Что? Как верующие люди Сестра Эльмира Что оставляют родители нам? Она продолжает не оставлять слова наставления Так что Почему для нас, верующих людей Это очень важно? Вот Данила хотел что-то сказать Лена Хорошо, подождите Я по поводу самой большой ценности Которой мы можем обладать И которую мы, конечно же От своих родителей наследуем Это вера На мой взгляд Вера это самый большой И самый, ну что ли Ценный дар Которым может человек, живя в этом мире Обладать Родители нам подарили веру Они научили нас верить Мы теперь, живя сами Учим этому своих собственных детей Своих внуков Вера, она, знаете, она имеет далеко идущие последствия С верой мы приобретаем надежду У нас появляется будущность Мы обретаем уверенность в том Что мы не одни в этом мире Под вот этим емким таким, ну что ли, качеством Которым мы можем обладать Знаете, вот вокруг него Оно обрастает очень многими и многими другими Остальными преимуществами Которые человек, живя здесь на этой земле, имеет И далеко идущие в будущее Они имеют, ну что ли, путь свой Спасибо Я хотел привести вам некоторые данные А, прошу прощения Я Что я могу сказать о себе Я не родилась в христианской семье И я не могу сказать, что родители мне прививали веру и так далее Чтение Слова Божия И это главное вообще в жизни человека Найти Господа Но И точно так же Мне ничего не было ставлено в наследство Скажем так Какая-то квартира Что-то еще и так далее Но Такие качества мамы, как трудолюбие Аккуратность И терпение Они мне передались Конечно, с терпением у меня пока еще слабовато Но я стараюсь Потому что Потому что Господь Мне советует это Спасибо Спасибо Когда я готовился К сегодняшнему дню Как обычно говорят Залез в интернет И кое-что нашел Интересное для себя Я хочу с вами поделиться В основном здесь все Живущие в бывшем Советском Союзе Знают Вас учили в школе И преподавали это по истории Что в дореволюционной России Был такой предмет в школах Какой? Закон Божий Он и сейчас Начинает вводиться в школах Правда, не в общеобразовательных Идут дискуссии о том Чтобы ввести его Общеобразовательную школу Но В дореволюционной России Это был обязательный урок В гимназиях Изучали его с 1 по 7 класс И вот что интересно Я для себя нашел Все учащиеся Записанные В своих документах Как православные Обязаны были изучать этот урок Но Если в твоем документе о рождении Было написано Что ты Не русский Что ты Иноверец То ты освобождался От участия В изучении Этого предмета И По воспоминаниям Одного из художников Который жил в то время Он говорит Что Все православные ученики Завидовали Знаете кому? Католикам И евреям Потому что Они были освобождены Они бегали По школьному двору А мы Говорит Обязаны Были сидеть В классе Зубрить то Что нам преподавал учитель Но Казалось бы Что Если в школе Преподают закон Божий То дети Должны бы были Выйти оттуда Уже С чем? Со страхом Божиим Да? Ее Этому же учили Да? Но Далеко не все так было Вот Воспоминания Архимандрида Сергия В миру Савельев Еще в реальном училище Я и многие мои Товарищи Мучились от скуки На уроках Закона Божьего Надо же умудриться Так преподавать Закон Божий Закон любви Что у учеников Пропадало Всякое желание Его изучать И если я Живя Восемь месяцев В году Вне семьи Среди чужих людей Все таки Сохранил веру То этим я обязан Прежде всего Своим Как вы догадываетесь Кому? Родителям Своим Родителям В этой статье Которую я читал Я не все это Здесь Выписал для себя В этой статье Приводится очень много Свидетельств Тому что Люди Которые Окончили эти Учебные заведения В которых Преподавался Закон Божий Впоследствии Они стали И революционерами И безбожниками Потому что Вот так Преподавался Закон Божий В книге Второзакония В 31 главе Давайте мы Прочитаем эти тексты С 9 по 13 текст Второзакония 31 глава С 9 по 13 текст Кто наш? Нет Пожалуйста Микрофон Хорошо После того Как Моисей Записал этот закон Он передал его Священникам Сынам Левия Чтобы носили Ковчег Господнего Чтобы носили Ковчег Завета Господнего Им и старейшинам Израиля С таким наказом В конце каждого Седьмого года Год прощения Долгов Во время праздника Кущей Когда весь Израиль Соберется перед Господом Богом твоим На том месте Которое сам Господь изберет Надлежит читать Слух этот закон Чтобы все Израильтяне Слышали Спасибо Итак Моисей Передает Закон Тем Кто должен был Его преподавать Дальше И Более того Мы находим Что Раз в году Когда Израильтяне Собирались На праздник Кущей Те Кто Ответственен Был Это Священники Это И левиты Из Законоучителей С кем Должны Были Проводить Занятия По закону Божьему Как вы Заметили Сестра Дина Какие Категории Людей Перечисляются Еще раз Мужей Мужей Жен Детей И пришельцев А пришельцев Зачем То есть Другими словами Сегодня мы скажем Это были Эмигранты Да Ну понятно Коренных жителей Нужно обучать А вот Эмигрантов Зачем Нужно было Обучать Чтобы Они тоже Принимали То Закон Того Народа Среди Которого Они Живут Познавали Да Кроме Того Кроме Этого Мы Там Еще Одну Категорию Людей Встречаем Это Дети Представьте Себе Такую Ситуацию Пока Живо Было То поколение Которое Было Свидетелями Всего Того Что Бог Делал Среди Народа Израильского Творил Чудеса Помогал Им Защищал Ну Они же не могут жить вечно Сколько они Ну максимум сто лет Предположим Они прожили Но вот вы заметили Что Бог говорит Что Когда наступят Безопасные времена Изобилие Спасения Мудрости В этой же Книге Второзакония В этой же Главе Через Моисея Бог Говорит Когда вы Придете В ту Землю Которую Я даю Вам И вы Насытитесь Всеми Теми Благами Которые Я хочу Вам Дать Пожалуйста Не забудьте Эти Законы И наставления Которые Я вам Даю Когда я читал Эти тексты Мне пришел На ум Высказывание Которое Наш брат Анатолий Часто Упоминает Это Не про Нас Но Вы знаете Я поймал себя На мысли О том Что Как раз Это про Нас Сегодня Живущих Чтобы вы Не забыли Все эти Наставления Которые Которые Бог Дал Вам Так Возникает Теперь Вопрос Все То Что Случилось С Израильским Народом После Это Была Вина Священников Царей Судей Или Лично Каждого Человека Как Вы Думаете Все То Что Случилось Уже После Моисея А Бог Помните Сказал Если Вы читали Дома То Там Бог Говорит Моисею Что Когда Они Войдут Пройдут Не так Много Поколений И они Все Это Забудут Они Станут Поклоняться Ложным Богам Станут Блудить Станут Нарушать Закон Божий И Я Не смогу Быть В их Среде Я Вынужден Буду Их Оставить И Они Это Поймут Потому Что Они Почувствуют Это На Своей Как Мы Говорим На Самих Себе Почувствуют Это И Тогда К ним Придет Осознание Что Все То Что Случилось С нами Это Причина В том Что Бог Нас Оставил Говорит ли это О том Что Бог Оставляет Свой Народ Говорит ли это О том Что Он Навсегда Забывает Его Можете Ли Сказать Своей Жизни Что У каждого Из нас Были Такие Моменты Когда Мы Оставляли Бога Вследовало Каких-то Обстоятельств Переживали Это Своей Жизни А Почему Вы После Этого Когда Приходило К вам Осознание Почему Вы Начинали Обращаться К Богу Просить У Него Прощения И Возвращаться На Прежний Путь Почему Вы Это Делали Вы Знаете Я Вот Заметил Такой Вот В параллель Что Ли Все Дети Которые Были Наставлены Вырасти В христианских Семьях Они Уходили Порой Но Через Определенное Время Не Возвращались Буквально 99 Процентов Почему Они Возвращались Я С ними Общался Они Говорили То что посеяно Было В семье Юности Вот это Работает Поэтому я Думаю Что Человек Который Слышал Эту Весть Да Он Уходит Он Начинает Сравнивать Он Обязательно Возвращается Семь который вырос с детства, знал, был научен в Священном Писании. Но, как было сказано Анатолием, что бывают случаи, когда перестает человек посвящать богослужение, но потом вновь возвращается. Володя, почему ты это сделал? Потому что Дух Святой всегда работал. И я, в принципе, знал, когда я что-то неправильно делал, я знал, что это неправильно. То есть у меня всегда в голове было понятие, что я делаю правильно, а что я делаю неправильно. И когда начали появляться свои уже дети, я понял, что я не хочу, чтобы мои дети выросли без понятия Бога и вне церкви. Хорошо, я хочу спросить твою маму, можно? Надя, что ты продолжала делать тогда, когда ты знала, что твой сын вне церкви? Ну, я думаю, что все, все то, что делают родители, и то, что я делаю сегодня. Я продолжала молиться всегда. И сегодня я это делаю. Еще больше. Я хочу вместе с вами еще прочитать книгу «Второзаконие», 31 главу, с 16 по 19 текст. 31 глава, с 16 по 19. Пожалуйста, сестра, Аня. «И сказал Господь Моисею, вот ты почьешь с отцами твоими, и станет народ сей блудно ходить вслед с чужих богов, той земли, в которую он вступит, и оставит тебя и нарушит завет мой, который я поставил с ним. И возгорится гнев мой на него в тот день, и я оставлю их и сокрою лица мое от них. И он истреблен будет, и постигнут его многие бедствия и скорби. И скажет он в тот день, «Не потому ли постигло меня все бедствия, что нет Бога моего среди меня? И я сохраню лица мое от него, и сокрою лицо мое от него в тот день, за все беззаконие его, которое он сделал, обратившись к иным богам? Итак, напиши себе слова си и песни сей, и научи ей сынов Израилевых, и вложи их в уста их, чтобы песня сия была мне свидетельством на сынов Израилевых». Сейчас, минутку. Вот в конце мы читали о том, что в какой форме Моисей передал все наставления Божьей народу. Слова песни сей. Песни. Песни сей. Хорошо. Хорошо у тех людей, которые есть музыкальный слог. Аркадий, а что делать тем, у которых, простите, как говорят, медведь на ухо наступил? Я думаю, что когда... Когда ребятишки пели, вы слышали, что где-то он отсутствует, где-то медведь наступил, а где-то потоптался, потоптался, пошел дальше, да? Но, тем не менее, они поют. Они поют о том, наблюдай, куда смотришь, да? Думай о том, что ты делаешь. Здесь речь не о музыкальном слухе, а о том, что эта мысль насаждается в умах. И потом, вот как уже брат Владимир сказал, мысль, она возвращается. Дух Святой воздействует, и оно приходит. Здесь, скорее всего, метод. А методы могут быть разные. Главное, что оно насаждается, мысль насаждается, и благословение приходит. Скажите, вот те, кто, ну, пусть даже как... Сейчас, минуту. Даже как Аркадий сказал-то, где-то чуть-чуть потоптался. Вот когда вы услышали песню, которая, которая, как говорят, запала в душу, сколько вы ее помните? Всю жизнь. Сколько времени вы ее помните? Всю жизнь. А, вы знаете, вот есть такое выражение, мы выросли, наше поколение выросло на ваших песнях, говорят. Вы понимаете, то, что мы слышали, мы же не все пели, но мы слышали, мы расти на этих песнях. И вот есть песни, которые я помню, сколько я себя помню, в церкви они пелись. И вы знаете, поэтому я был воспитан этими пением. Я, честно говоря, мне тоже наступил медведь, потоптался, да. Но вы знаете, пение играет огромное значение. Мы их слышали, мы ими жили, и мы ими живем, и мы им... Они создают у нас надежду. Все-таки то, что мы сегодня поем, оно когда-то осуществится. Поэтому пение играет огромное значение в каждом показе. Карен, Ты не забудь о том, что Ты хотел сказать. Я хочу сейчас, чтобы мы спели с Вами одну песню. Игорь, пожалуйста, выведи слова на экран. Хорошо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 не каялся. Он кается и говорит, все, ты прости, мы там отступили от тебя, и отцы наши, и мы там прости. То есть человек всегда знает. Человек согрешает не потому, что он не знает, что такое грех. Он согрешает, потому что он позволяет дьяволу действовать в своем сердце или отступает от Бога. И это его увлекает. Вот поэтому он пребывает в грехе. Но он точно знает, что он согрешает. Я хотел бы, Рауф, я чуть-чуть, можешь подождать? Я хотел бы задать вопрос одному молодому человеку. Дайте, пожалуйста, мой микрофон. Он сидит вот рядом с родителями, вот там сзади. Рост. Кто конкретно? Тимофей. Тимофей? Тимофей, если можешь сказать откровенно, я не прошу тебя, если я тебе один вопрос задам, если ты не можешь на него ответить, скажи, что не могу. Я когда-то был тоже в твоем возрасте, но мне сейчас об этом сложно говорить, потому что я уже немножко это подзабыл. Вот скажи, тогда, когда мама тебя просит что-то сделать, ну, тебе вот, ты вроде пошел, а потом, ну, не захотелось тебе это делать, или я не знаю, вот ты не стал это делать. Что внутри тебя находится? Что тебя побуждает не делать это? Если не можешь ответить, я не обижусь. Ничего. Ничего не побуждает? То есть ты просто не делаешь и все, да? Я делал. А, ты делаешь, да, все же. То есть таких случаев, чтобы ты не делал, не было, да? Нет. Хорошо. Попозже чуть-чуть. Тарвух, пожалуйста, скажи, что ты хотел сказать. Я хотел вернуться немножко и, вы знаете, в Америке бетует мнение, что еще осталось одно поколение христиан, пока христиан полностью вымрет. Потому что сегодня более 5% молодежи в церкви. В основном люди взрослые. Интересно, почему Господь повелевает народу приходить. Когда мы жили в Грузии, чтобы добраться до церкви, мы 4 транспорта меняли и занимало больше 2 часов. Сегодня люди, имея транспорт, не приезжают в церковь, потому что им тяжело рано подниматься. Господь хотел, чтобы люди приходили и слышали. Теми семьям. Потому что в то время у людей не было Писания. Это было очень редко. У кого были свитки, они приходили и слушали. Второй Господь хотел, чтобы они приходили туда, где есть Господь. Потому что это вызывало благоговение. Сегодня нахождение в церкви не вызывает благоговение у людей почему-то. А не забывая, что здесь находится Господь. И третье. Некоторые люди совершали огромные путешествия. Представьте, сегодня вам надо закрыть дом на ключ и на 2 недели уехать куда-то. В то время у людей был домашний скот и все остальное. Они это все оставляли и уходили. Господь учил людям веру. Вера и доверие. Поэтому Господь хотел, чтобы люди совершали это. Потому что вырабатывает у нас определенные навыки. Потому что мы можем очень много красиво говорить. Но если это не подтверждается делами, это пустое зло. Так как ты привел в противовес то время, когда не было транспорта или была возможность как-то вот так добираться только на автобусах, сегодня мы имеем в основном все транспорт. Можно ли сделать вывод тогда из этого, чтобы вернуться к тому состоянию, Бог что-то должен у нас забрать, чтобы мы чем-то научились ценить. Или я... Это неправильный вывод. Ну, смотри, я из чего исхожу? Из того, что тогда, когда народ впадал, выдало поклонство, что Бог забирал у них? Охрану свою забирал? Забирал. И как следствие, что случалось в их жизни? Порабощение, голоды и так далее и тому подобное. Когда у человека есть желание служить Богу... Еще раз мысль свою повтори. Когда люди ходили, они не думали об охране, они не думали о том, что они оставляют, потому что они знали, что они делают это для Бога и Бог позаботится. Хотя проблема в том, что люди не знают Бога. Если они знают Бога, то охрана, она как бы прилагается. Бог забирает в том случае, когда человеку это не нужно. Человеку это не нужно, поэтому и происходит. Отступление, потому что люди забывают Бога. Поэтому и происходит отступление. Встречный тогда тебе вопрос. В таких ситуациях какую роль играет закон, который Бог дал своему народу? Интересно, и мы, наверное, немножко позже коснемся, потому что во многих местах написано, что такое закон. Если мы посмотрим назад, посмотрим на Израиль того времени, кем они были в Египте? Они были рабами, да? Но прежде чем, как Господь дал им закон, Он их выявил из Египта. Каким образом? Искупил их из Египта, потому что была пролита кровь. Поэтому если мы понимаем для того, что закон дается для того, что мы помнили, какой ценой он нам дался и для чего он нужен, потому что люди не хотят смотреть на себя в зеркало абсолютно. Закон для этого существует, осознать, что у нас есть нужда в Спасителе. Закон для этого только и нужен, чтобы понять, что без Бога мы ничего не можем сами по себе. Спасибо. Когда на землю пришел, да? Разве непонятно, что Господь Бог допускает сатану действовать? Уже скоро год будет, как этот кореновый нос, как этот другой, другой, другой. Не забывайте одно. Найду ли веру на земле? Я могу сказать, что закон Божий это условие жизни. Пожалуйста, ближе микрофон держите. Закон Божий это условие жизни. Если ты хочешь жить, то ты исполняешь его. Еще Лена Уайт пишет, что именно во времена благоденствия испытывается народ Божий. Очень плохо слышно вас. И именно во времена благоденствия испытывается народ Божий. Слова Лена Уайт. Когда мы с вами исследуем Ветхий Завет, читаем и исследуем те моменты, когда Бог давал свой закон, какую мотивацию Бог показывал народу, почему им нужен этот закон? Я понятным вопрос задаю? Мы знаем, что любая страна, она не может существовать или какое-то общество без каких-либо законов. И закон себя чем защищает? Обычный закон, который присутствует везде, в общем-то говоря. Он себя защищает наказанием. Что же такое Божий закон? И мы должны сейчас уточнить, что о каком законе мы говорим. Мы говорим о Торе, о Пятикнижье. Мы не говорим просто о нравственном законе, который в общем-то в Библии назван Десятисловие или закон Завета. Это описано во Второзаконе. Я хотела бы сейчас сказать, что такое вообще закон Божьего понимания. Гимн закону, он описан в 18 главе Псалмов Давидом, где написано. Я сейчас прочитаю. Закон Господа совершен, укрепляет душу Откровение Господа верно умудряет простых. Закон Бога это его откровение для нас. И этот закон нужен для чего? Для наших взаимоотношений с ним. И дальше идет расшифровка в этом же Псалме. Если мы дальше почитаем, мы поймем, что же входит в этот закон. И повеления, и заповеди, и так далее. Спасибо. Я хотел бы предложить брату Олегу, мы с ним до того, как началось наше богослужение, немножко разговаривали об этой теме. Как мне показалось, у него есть интересные мысли. спасибо. Я по поводу именно этого текста, прочитанного в конце. И хотел бы поддержать размышления или высказывания Лены относительно Торы. Действительно, очень часто имеется в виду Тора в целом, когда говорится о законе. Потому что, буквально, если мы понимаем, будем только закон десяти заповедей, то, ну, конкретно, вот 118 Псалом, 97-й текст, там написано, «Как люблю я закон твой, и день и ночь размышляю я о нем». Это в синодальном переводе. Но я вот с Константином говорил, и я прочитал этот текст из Торы. И я попросил бы Владимира, наверное, прочитать, как на английском, потому что это у меня современная Тора, она переведена с оригинала на английский язык. О, как я люблю твои наставления. Это мой учебник весь день. Пожалуйста, перевод. Перевод. Как я люблю твои наставления. Целый день я размышляю о них. То есть, это опять же мысль, то, что сказала Елена, здесь имеется в виду не закон 10 заповедей, или правильно сказать, не только это 10 заповедей, а размышляется о всей Торе, о всех наставлениях, о второзаконии, о левитах. Именно вот эти вот книги, второзаконие и левит, они в большей степени раскрывают то величайший план спасения, который осуществляется на земле, который касается не только живущих людей, но и всех небожителей. И вы... Хорошо, я тогда, заканчивая наше рассуждение, хотелось бы спросить, способен ли человеку вместить вот такой объем информации и запомнить его, чтобы, как я понимаю, из этих текстов, рассуждать об этих законах, это руководствоваться ими. Возможно ли человеку такой объем информации вместить и запомнить? Не за один день, но если это делается каждый день в течение каких-то лет, там, протяжении времени, то возможно. И слово в слово, но суть будет понятна и запомнится. И что, можно найти для этого времени? Если есть желание, то да. Я прошу прощения, мы уже заканчиваем. Если коротко только. Коротко, два слова, да, можно, и израильский народ этому явное подтверждение, когда дети израильские, автодоксальных евреев к 12 годам действительно знают не слово в слово, но знают все пятикнижие. Они это знают, и они как раз являются явным подтверждением того, что это возможно. Один из таких примеров, я хочу рассказать из своей жизни. Да, как было сказано Владимиром, это не за один день. Я еще в школу не ходил. Это мои воспоминания детства. Мама со мной учила стихотворение. Оно было очень длинным. Там было около 30 куплетов, я сейчас помню. Я не помню сейчас все, что там написано, но основную мысль помню. А я помню то, что она занималась шитьем, кому-то там что-то шила, и вместе с тем параллельно занималась тем, что у нее, я помню, лежала тетрадка на столе. Я стоял рядом и должен был вместе с ней учить это стихотворение. Для меня было несколько сложновато все это запомнить, но я благодарен маме за то, что она это сделала. Я не выучил Библию на зубок, но я много раз читал и подряд, и так читал. И вот сегодня я, бывает, ищу что-то и нахожу Маковейская книга. Но я даже не смотрю на чья это книга. Я просто читаю этот текст и думаю, подожди, я такого Библии не встречал. Ну, знаете, эти апокрифы. Это Маковейская, там потом книга Юдив, третья книга Ездры. Мы как бы их не читаем, потому что это книги-апокрифы. Но, тем не менее, вот когда я просто нахожу текст, думаю, о, подожди, какое-то интересное я вообще его никогда не читал. То есть, вот, хоть наизусть не знаешь, но когда встречаешь что-то новое, думаешь, нет, этого текста нет. Всплывает, да, вот всплывает. Поэтому читать, мне кажется, и учить, это очень важно. И петь. У кого есть такая Библия, вот такая вот разрисованная? Почему вы это делаете? Сегодня есть вот слово «гаджеты», которое иногда и по-другому передается смысл этого. Они, наверное, помогают, конечно, да. У меня есть программа, в которой есть несколько переводов Библии, почти все труды Елены Уайт в этой программе и многие другие, что хорошо помогает. Но, к сожалению, принцип чтения книги, он всегда оставался и остается, ну, на сегодняшний день самым лучшим. Средством для запоминания и восприятия информации. И еще последнее, что я хочу сказать. Очень много есть случаев из жизни, в жизни людей, который недавно случился в жизни нашей сестры. когда 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 из жизни исчезает многое, средства к существованию, дома наши исчезают, но по Божьему чуду остается главное в жизни. сестра Дуся, что осталось? Библия. Пусть Господь поможет нам, невзирая на все те обстоятельства, через которые мы проходим, чтобы это главное вело нас к вечности. Я хочу пригласить вас к молитве. Милостивый Божий, спасибо Тебе за то слово, которое Ты оставил нам, Ты счел нужным найти людей, которые посвятили этому жизнь для того, чтобы передать следующим поколениям Твои наставления, Твои законы, которые для нас являются охраной. Мы понимаем, конечно, что Ты это делаешь, но через закон Ты направляешь наши зоры к себе. Прости нас тогда, когда мы нарушаем это. Неважно, по какой причине, но мы знаем, что Ты любящий Бог, поэтому мы приходим к Тебе в раскаянии и просим Тебя в смирении прости нас. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь.